Какой секрет может сломать вам жизнь? Правда в том, что я не могу справиться с болью, вызванной болезнью. Мои дочери не могут смириться с тем, что я так больна. Мой муж не может представить, что потеряет меня. Но я больна и собираюсь отправиться на тот свет. И я была бы спокойна, если бы они смогли жить без меня. Но я буду скучать по своим внукам. Они такие милые. Тедди просто душка. Я подвергалась ужасным издевательствам со стороны моих соседей, моих родителей. Отец и сын. Сын соседей был подростком, мне было 8. Меня заталкивали в их гардеробную и устраивали шоу тайм. Я никогда не осознавала, что происходит. До тех пор, пока через несколько лет, после того, как мы переехали из дома моей бабушки в Фениксе в Хьюстон. Прошло 20 лет и у меня появилась собственная дочь. Ей 4 года и мы решили навестить бабушку в старой доброй солнечной местности. Мы добрались туда, прошло несколько дней. И однажды моя дочь оказалась на улице, пока ее старшие кузены играли между собой. Я вышла на улицу, чтобы проверить, как она. И там на меня с радостью смотрел тот же гребаный соседский сын, который держит мою дочь, дает ей малину, в то время как его отец играет с другими ребятами. Что-то во мне щелкнуло. Больше всего это было похоже на подергивание в голове. Что-то меня подтолкнуло. Что-то во мне запустилось. Я вышла, схватила свою дочь, загнала детей в дом и тем самым объявила о своем присутствии. Этот переломный момент отправил меня в эмоциональную спираль нарастающих мыслей. Я обычный офисный работник. Я зарабатываю деньги на размышлениях. Я бы никогда не сказала этого реальным людям. И никогда не расскажу подробности о том, как я это сделала. Но через несколько месяцев после нашего визита к бабушке, мой муж подумал, что я прошла еще одну рабочую подготовку. Когда на самом деле я вернулась в бабушкин дом. Я сожгла их дом дотла. Все было в углях, кроме главной спальни и гардеробной. К сожалению, они оба выжили. Клянусь богом, я надеялась, что сделала достаточно хорошего в своей жизни. Чтобы заработать хотя бы одно исполнение желания. Надеюсь, я смогу встретить этих низкорослых личинок в аду и стать их вечным мучителем. Я смотрю на свою дочь каждый день и все больше убеждаюсь, что она дала мне силы, в которых я нуждалась во взрослой жизни. Которых у меня не было в детстве. Мне платят шестизначную зарплату за стандартную 40-часовую рабочую неделю в крупной известной компании. В конкретную неделю я, может быть, час реально работаю. Остальное время я сижу на реддите или ютубе и просто отдыхаю. Когда я получил эту работу, я подумал, что в конце концов кто-то поймет, что я ничем не занимаюсь весь день. Но вот 14 лет спустя я все еще занимаюсь какой-то фигней и получаю за это много денег. Это не разрушит мою жизнь, потому что я уже не общаюсь со своей мамой. Но это все равно больно и это большой секрет, который я никому не рассказывал. Когда я был ребенком, у меня была очень сильная астма. Так что я не спал целыми ночами, постоянно кашляя. Мы с мамой жили с ее родителями. Мы жили в одной комнате, поэтому я часто спал в ее постели, когда был маленьким. Мама приходила с работы и ложилась спать, но я не давал ей заснуть своим кашлем. Иногда по ночам я кашлял и она так крепко обнимала меня, что я не мог дышать. Меня очень огорчало то, что я не мог дышать. Но я знал, что мама меня просто сильно любит. И я не хотел говорить ей, что она буквально сжимает меня до удушья, потому что я боялся задеть ее чувства. Поэтому я просто говорил ей, что я тоже сильно ее любил и после этого она очень сильно плакала. Мне потребовались годы после рождения собственного ребенка и нежного обращения с ним, чтобы понять, что на самом деле это довольно сложно. Сжать ребенка так сильно, что он уже не в состоянии дышать. Мама страдает биполярным расстройством и у нее были и другие случаи, когда она причиняла боль людям на ее попечении, которые нуждались в лекарствах и не могли позаботиться о себе. Итак, я наконец собрал все воедино и понял, что маму настолько раздражала моя астма, что она пыталась остановить мой кашель, сжимая меня до удушья. А потом она плакала от вины, когда я говорил ей, что люблю ее. Мой отец, наверное, издевался и унижал меня, когда я была ребенком. Я говорю, наверное, потому что на самом деле не помню, но все знаки об этом присутствуют. Раньше я не хотела чистить и прикасаться к своей паховой области, и однажды у меня была кровь, хотя менструации начались много лет спустя. И это лишь некоторые из тревожных звоночков. «Очевидно, он накачал меня чем-то, чтобы я уснула, а затем сделал то, что сделал». Дело было передано в суд, но там решили, что доказательств недостаточно, и ему не было предъявлено никаких обвинений. Однако моя мама получила надо мной полную опеку. Я не особо чувствую, что это была моя вина, но мне определенно противно. Я имею в виду, что это самое отвратительное, что может сделать человек. Просто не знаю, для чего это было написано, но это немного освобождает от возможности высказать это. Я надеюсь, что любой, кто прошел через подобные вещи, справился с этим, или по крайней мере старается. Когда мне было около пяти лет, мы с моей двухлетней сестрой были на заднем дворе в детском бассейне. И когда моя мама ушла внутрь, я попытался утопить свою сестру. Увидев, что она уже не подавала признаков жизни, я понял, что это было большой ошибкой. Вытащил ее из бассейна и позвал маму. К счастью, она знала, как делать сердечно-легочную реанимацию. И потом мы полетели в больницу. Моя мама поблагодарила меня за то, что я спас ее, вытащил из бассейна. На следующей неделе был мой день рождения. И полиция, пожарные, парамедики пришли ко мне домой, чтобы дать мне подарки и отметить день рождения. По сей день, 20 лет спустя, я все еще думаю об этом. Я так отчетливо помню тот день, и ни одна душа не знает настоящей правды. Я подделал свои школьные аттестаты, чтобы поступить в университет. Я даже не могу думать о последствиях, если кто-нибудь когда-нибудь узнает. Мне не хватает трех недель, чтобы получить диплом об окончании четырех лет учебы по биологии. Когда мне было 10, мой двоюродный брат осквернил меня во время ночевки в доме моей тети. Моя тетя застала нас, когда он приставал ко мне и забрала меня от него. Однако с того дня в моей семье никогда об этом не говорили. И все вели себя так, как будто того дня никогда не существовало. Снаружи я счастлив в браке уже 30 лет, с небольшим. Собираюсь купить дом, солидарен со своей женой по большинству вещей. Таких как религия, дети, что у нас все станет лучше и так далее. На самом же деле я глубоко в депрессии, втайне много пью. Что, как я боюсь, уже отрицательно сказывается на моем здоровье, но я не могу остановиться. Больше не верю ни в какие высшие силы. И получаю мало или вообще никакого удовольствия или удовлетворения от чего-либо. По большей части это началось с внезапной и безвременной кончины моей мамы. А также с другой семейной драмы, произошедшей примерно в то же время, когда я учился в университете. Я проложил себе путь через то место, потому что меня поощряли окружающие. Хотя я так сильно хотел бросить учебу. Примерно тогда же я начал злоупотреблять спиртным. Хотя раньше я почти не прикасался к нему. Моя семья сейчас довольно разбросана. Все ее члены живут в разных штатах. Мы с женой близки, но я не хотел или не мог найти или завести новых значимых друзей. Когда стал взрослым в городе, в который я переехал на работу. Я в ужасном стрессе. Я постоянно чувствую булав и иголки в голове и на языке и много пью. 5-10 рюмок в день большую часть времени, иногда больше. Я могу воздержаться, если я нахожусь в отъезде или все время с семьей. Или в ситуации, когда я вообще не могу это делать. Я даже больше не напиваюсь так, что это заметно. Поэтому я думаю, я хорошо скрываю это от жены. Обычно у меня в портфеле уже спрятана пустая бутылка из подводки. К тому времени, когда она возвращается с работы. И обычно к этому моменту наливаю свой первый бокал. Чтобы замаскировать то, что я уже выпил. Я прихожу с работы раньше, чем она. Она думает, что я счастлив и всем доволен. И как и она, взволнован и готов завести детей. Создать семью и все такое. По правде говоря, я просто устал от этого мира. Я пытаюсь любить ее. Я думаю, что люблю. И трачу всю свою энергию на то, чтобы поддерживать этот образ и привязанность к ней. Но кроме этого, у меня нет ни энергии, ни желания чего-либо. Раньше я был спортивным и до сих пор выгляжу хорошо. Но моя физическая форма быстро ухудшается. У меня нет хобби. Я просто просыпаюсь, иду на работу, пью, когда могу. И отмечаю дни, когда становлюсь старше. И приближаюсь к своему последнему вздоху. Я не знаю, что делать. Когда-то я попробовал терапию и лекарства. Но они, похоже, не помогли. Я просто пытаюсь наладить жизнь окружающих меня людей, которых я не хочу видеть, похожими на меня. В основном это касается моей жены. Но помимо этого, я чувствую, что полностью упустил возможности своей жизни. И я больше ничем не удовлетворен. И не занимаю какое-либо значимое место в мире. Надеюсь, кто-нибудь это прочитает. Мир всем вам. У меня серьезные долги из-за зависимости, о которой моя семья не знала. Я уже почти два года чист, но с трудом справляюсь с оплатой своих счетов и боюсь попросить любого члена семьи о деньгах, потому что знаю, что не смогу вернуть их в ближайшем будущем. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока.